Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео рассмотрим бесплатный плагин для WooCommerce, для страницы Checkout, для страницы оформления заказов. Наведем порядок среди полей, куда человек вводит свои данные, важные данные при покупке товаров с вашего интернет-магазина. К сожалению, в самом WooCommerce нет возможности управлять этими полями. Поэтому мы будем прибегать к специальному плагину, который поможет нам очень красиво оформить поля. Можно сделать зависимые поля, можно убрать лишние поля, можно сделать подсказки для полей и много чего еще. Давайте в этом видео рассмотрим интересный плагин. Давайте сначала взглянем на мой демо-сайт. Для тех, кто не понял, о чем в этом видео пойдет речь. Вот у меня есть демо-магазин. Я в корзину добавил товар. Нажимаю «Оформить заказ». Вот эта страница Checkout. Вот эти поля, куда впервые человек вводит свои данные. Если он у вас покупает второй, третий раз и так далее, конечно, данные уже будут его сохраняться и подставляться. Но если он покупает в первый раз, кто уже сталкивался и настраивал в e-commerce, уже, наверное, обратил внимание, что здесь много лишнего, а эти лишние поля могут людей отталкивать. И зачем лишние поля? Зачем нам собрать лишнюю информацию? Нам нужно... Это, на самом деле, важная страница. Здесь нужно собрать только самые необходимые данные и нужно эти поля минимизировать, чтобы здесь было только самое необходимое. Но сначала давайте посмотрим в админку сайта. Я перейду в настройки темы. Все же я должен об этом сказать, что хоть какие-то настройки у нас имеются. Почти в каждой теме при настройке в связке с e-commerce вы можете найти в настройках темы такие настройки, как e-commerce, оформление заказа. Как только я сюда перехожу, страница обновляется и показывается. Вот это как раз страница. То есть какие-то данные мы можем здесь управлять. Но это очень скудный запас возможностей. То есть абсолютно. Например, название компании поле опционально. Вот оно, название поля. То есть опционально это значит, что можно заполнять, можно не заполнять. Его можно сделать это поле обязательным. Тогда оно должно поместиться галочкой и, точнее, красной звездочкой. Его обязательно нужно заполнять. Или его можно скрыть. И другие поля. Вот здесь вот, да, как я сказал, очень скудный набор. Мы сюда даже смотреть с вами не будем. А сразу будем прибегать к плагину. Условно бесплатному. Давайте его найдем в репозитории. Переходим в плагины. Добавить новый. Он имеет такое интересное название. Shafali WooCommerce Russian. Вот здесь вот просто в поиске плагинов написал Shafali. И вот этот плагин. 30 тысяч на данный момент активных установок. У меня он уже установлен. Вы нажимаете здесь на кнопку установить и активировать. После активации. Мы проходим вот сюда в WooCommerce. Вот он появляется здесь. Lite. Говоря о том, что это бесплатная версия. А значит, есть у этого плагина и расширенная Pro версия. Я ее не смотрел. Но там, наверное, очень все круто. Потому что здесь много чего есть. И давайте посмотрим. Начнем сверху. И дальше по аналогии вам будет уже понятно, как работать с данным плагином. Вот с этой позиции начнем. И это идет как раз сверху все наши поля, какие у нас существуют. Смотрите. Вот у меня есть поле имя, фамилия. Вот это поле верхнее. Name. Это вот это поле и есть. Я могу управлять этим полем. Давайте сразу на примере. Текст в поле. Это что-то вроде подсказки. Просто напишем подсказка. В самом низу кнопка применить. Изменения. Просто наглядно вам буду показывать. Вот видите, подставляется прямо в само слово текст подсказки. То есть, если вы хотите сопроводить свои поля подсказками, в каждое поле теперь у вас есть возможность это сделать. Далее здесь есть вот такие вопросики. Наводим мышь по-русски. Здесь у нас есть перевод. Некоторые моменты мы сейчас с вами рассмотрим. Дальше тип поля. У нас это поле заполнения. Поэтому это текст. А мы можем выбрать текст ариал. Это такая большая часть заполнения текстом. Вроде как, как вот это поле примечания. Текст ариал. Это оно и есть. То есть, нужно здесь хотя бы понимать типы полей. Радио и селект. Селект это выбор. Чекбокс это выбор галочкой. Радио это единоразовый выбор. Но так глубоко мы с вами здесь настраивать не будем. Я покажу лишь общий принцип. А дальше, я думаю, вы разберетесь. Дальше. Обязательно или поле. Сейчас мы с вами видим, что поле имя обязательно для заполнения. Без этого поля человек не сможет заказать. То есть, если это поле оставить пустым. Здесь можно снять птичку. И мы решаем, что это поле будет необязательным. И вот как раз таки, если поле мы скрываем, то мы снимаем вот эту птичку. И сохраняемся. Это поле важно. Мы его оставляем. Дальше вы можете выбрать, привязать конкретное поле к методу оплаты, который вы настроили ранее в самом WooCommerce. Вот у меня оплата, например, для физических лиц. Человек выбирает оплата для юрлиц. Здесь может быть все, что угодно. Вы можете как угодно это оформить. Получается, выбирая оплату для физических лиц, поле будет показываться. Выбирая, например, для юр, не будет. Ну, давайте наглядно с вами и посмотрим. Оплата для физических лиц. Я выбираю. То есть должно показываться поле только при выборе физических лиц. Давайте сохранимся. Обновлюсь. Итак, поле «Имя я вижу». Выбрана оплата для физических лиц. Выбираю оплату для юрлиц. И вы видите, поле спряталось. Его нет. То есть здесь все работает. Возвращаемся. Поле появляется. Я выбираю все. Метод доставки также можно назначить. И можно вообще удалить поле. Но я не рекомендую удалять поля. Если хотите скрыть, просто снимите галочку. А вдруг потом потребуется вернуть это поле, достаточно будет просто вернуться в плагин и галочку опять зажать. То есть вот так вот по аналогии это настраивается. Но это еще не все, что я хочу вам показать. Давайте просто отключим все ненужные поля. Имя, фамилию оставляем. Вот название компании, например, страна, мне не нужно. Они также идут сверху вниз. То есть вот это у нас фамилия. Вот она, компании name. Я снимаю. Не отображать нигде. Дальше выбор региона. Не отображать нигде. Дальше адрес я оставляю. Населенный пункт тоже не нужен, например. Находим его ниже. Снимаем галочку. Дальше индекс. Оставил телефон и email. Давайте обновим страницу. И смотрите уже как красиво получается. Сократили поля. Оставил только, на мой взгляд, важное имя, фамилия, область. Телефон, email и примечания. Теперь смотрите, что можно сделать еще. Как у нас устроены поля имя и фамилия. Два поля в одну строчку. Мы еще сократим и сделаем более компактно и более красиво. Поэтому, скажем, телефон и email, эти поля тоже можно также разместить в одну строчку. То есть, как это сделать? За это у нас отвечает вот этот класс. И здесь у нас есть пример, откуда мы можем даже не думать, а просто скопировать, взять данные и подставить нужные поля. Вот это поле имя, вот это поле фамилии. Как раз то, что у нас вот это здесь. Вот у них классы, которые говорят, что это будет слева находиться, это справа. И оно будет наполовину, как вот здесь вот, да, наполовину. Эти же поля у нас во всю ширину, здесь наполовину. Мы находим телефон и email. Вот у нас фон, это телефон, вот это email. И вот здесь у нас указан класс, говорящий о том, что во всю строчку. Это мы с вами видим. Телефон у нас во всю строчку. Теперь мы просто можем взять name, вот этот класс, копируем. И вставляем там, где телефон, то есть удаляем класс. Вставляем класс имени. Возвращаюсь наверх. Имя, поле, фамилия, беру класс. Также копирую и вставляю в поле класс вместо класса для email. И давайте проверим. Сохранимся. Обновимся. Ну, не бывает все так просто, да. В моем случае, с моей темой Бербери, у меня есть некая проблема с текстом детали. То есть, если я сделаю просмотр в мобильной версии, я здесь увижу, что с полями все нормально. Вот это слово детали, которое просто display none через код CSS можно скрыть. У вас, скорее всего, такой проблемы здесь не будет, если вы поля так выстраиваете. Примечание. Если вы захотите его отключить, оно у вас будет в самом низу. Вот. Внизу есть кнопка вот здесь вот, видите. Под полем email у нас есть добавить новое поле. Мы добавили с вами. Пишем, например, новое. Подсказка. Возьмем, например, отсюда CSS. Проставим. И по умолчанию текст. И для всех. Давайте сделаем для юридических лиц. Это вообще новое поле. Его здесь не было. Сохранимся. Обновляем страницу. Выбрано для физических лиц. Поле нет. Выбираю для юрлиц. Например, это может быть поле «Введите NNN». Вот видите, и поле обязательно. Поле добавилось. Порядок полей. Просто, смотрите, вот сюда мышкой зажимаю. Видите, переместилось. Новое выше e-mail. Просто зажимаю. То есть, когда мышка появляется вот такой вот стрелкой со всех сторон, тогда поля можно двигать. Обновимся. Выбираю физически. Но здесь опять же, смотрите, тогда надо поле новое двигать выше еще поле «Телефон». А иначе получается вот так вот. Видите? Разрыв. Здесь надо просто набить руку. Просто телефон. Опустим ниже. И теперь выбираем поле новое выше полей «Телефон» и «Эмейл». И, как я уже и показывал, на мобильном устройстве тоже поля все смотрятся нормально. И вновь добавленное тоже. Например, поле «Вновь добавленное сделать текстерил». То есть, поле заполнения как примечание. То есть, это просто поле шире или выше, чем обычное поле. Видите? Вот это новое поле. Во-первых, необязательное. И для ввода несколько строчек текста. Для этого я у поля «Новое». Во-первых, снял галочку, что было необязательно. И выбрал точку «Текстерил». Вот. Был текст, а я выбрал «Текстерил». Также можно посмотреть «Чекбокс». Тогда это будет, видите, новое. И зажимаю просто птичку «Выбор». То есть, делаю выбор. Думаю, большую опцию будет доступна. Самые сладкие опции, как правило, находятся в Pro-версии плагина. Перейдите на страницу документации разработчика и ознакомьтесь, какие есть возможности в Pro-версии. Если для вас он очень жизненно необходим, данный плагин. Надеюсь, для вас был урок полезен, урок понятен. Я с вами не прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok